дети уже 12-13 годам попадают в подростковый возраст и вот здесь вот очень важно позволить ребенку увидеть родителей реальными они поддерживать свой идеальный образ у подростков дичайшая потребность слияние к любви это не имеет никакого отношения это восполнение своего эго дефицита и вывалится на вас очень-очень много и задача обнимать и проживать вот таким образом получаются взрослые всем привет эта лекция откуда берутся взрослые которую психоаналитик алена орехова выпускает вместе с битрикс24 в 10 выпуске алена расскажет о подростковом возрасте когда дети взрослеют и отделяются от родителей как родители превращаются из идеальных в реальных и чем любовь отличается от влюбленности обо всем этом в 10 лекции откуда берутся взрослые сегодня у нас с вами завершающая лекция по теории психоэмоционального развития зиму да фрейда и мы с вами сегодня рассмотрим подростковый возраст ну и по сути выйдем к ответу на вопрос который задан название курса лекции откуда берутся взрослые то есть подростковый возраст это как раз возраст когда настало время взрослеть и отделяться от родителей подростковый возраст сейчас начинается достаточно рано и мы говорили на предыдущих лекциях почему и дети уже к 12-13 года попадают в подростковый возраст подростковый возраст это единственный возраст в отличие от всех остальных которые плавно перетекают из одного в другой подростковый возраст тот возраст который начинается в один день просто в один день вдруг утром из своей комнаты вываливается совершенно незнакомое вам существо которое орет ругается всем недовольно вы для этого существа становитесь самым противным злым непереносимым и важно понимать что это абсолютная норма потому что если этого не происходит значит подростковый возраст не начинается в подростковом к подростковому возрасту ребенок приходит вот с такой вот структурой психики и мы с вами постепенно на предыдущих лекциях рассматривали как проходят на все стадии и как формируется шести месяцев это как потом в латентном возрасте формируется супер эго все наши нормы запреты идеалы и и и подростковому возрасту возрасту прошло все стадии развития да то есть ранний период анальный период фаллический период где-то зацепилась до произошла точка фиксации на каком-то возрасте какой-то частью пошло дальше эго подростковому возрасту имеет вот следующий вид то есть она состоит из двух частей родительская и собственно ребенка и вспоминайте как с шести месяцев начинала формироваться эго мама являлась законным расширением эго ребенка то есть эго это та структура психики которая тестирует реальность и изначально мама с помощью своей эмоциональности тестировала за ребенка реальность говоря да то здесь спокойно здесь беспокойно здесь безопасно здесь опасно и давая возможность ребенку уже с девяти месяцев под фазы практики в их когда он выходит во внешний мир какой-то частью уже самостоятельно тестировать реальность да и мы говорили о том как опасно гиперстимуляция когда мама все время решает за ребенка тогда вот это вот родительская часть большая да а собственная часть ребенка становится очень маленькой а в чем смысл подросткового возраста смысл подросткового возраста взять и выбросить из себя родительскую часть эго и вот чем больше была эта родительская часть чем меньше было у ребенка возможности самому тестировать реальность самому принимать решения самому нести ответственность за эти решения тем с меньшей частью эго ребенок входит в подростковый возраст а это та часть которая тестирует реальность и это та часть которая должна провести переговоры между и между нашими хочу между нашими инстинктами и между супер эго да то есть это вот свод правил норм всевозможных да и представьте когда это вот часть маленькая ну как трудно с этой маленькой частью здесь навести порядок и наладить взаимодействие то есть ребенок в подростковом возрасте выглядит следующим образом то есть у него есть и и у него есть такой вот кусочек эго и супер и подростковый возраст это тот возраст когда все три структуры психики проходят свою перестройку отделиться от родителей это очень очень сложно процесс этот называется разрыв инфантильных объектных уз то есть родитель как объект на которого направлены все инстинкты ребенка должен стать в образе ну в представлении ребенка реальным потому что до подросткового возраста ребенок видит родителя идеально потому что только видя родителя идеальным вообще возможно детство и какими бы ни были реальными родителями для ребенка это все равно самые лучшие самые идеальные самые именно те которые да то есть могут обеспечить мою безопасность и даже если родители алкоголики они бьют ребенка да то есть не кормит ребенка для него не самые идеальные даже когда родители решают лишают родительских прав и ребенка отдают в детский дом все дети бегут из детского дома к родителям какими бы они не были и вот подростковый возраст это тот возраст когда ребенок должен увидеть реальных родителей и поэтому это и происходит в один день когда я выбросил родительскую часть и я выхожу на кухню и понимаю что мама моя не мерлин монро папа мой не шварценеггер а какие-то совершенно отвратительные люди и вот здесь вот очень важно позволить ребенку увидеть родители реальными а не поддерживать свой идеальный образ потому что от идеального родителя не отделиться вообще и если вы хотите чтобы процесс разделения пошел не держитесь за свой идеальный образ и поэтому подростковый возраст каким бы он ни был сложным для ребенка потому что происходит огромное количество процессов вызывающих огромное количество тревоги внутри ребенка но все-таки этот возраст гораздо более сложный для родителей чем для самого ребенка потому что выслушаете вы в свой адрес все абсолютно что о вас думают и вот если вы будете бить себя в грудь и говорить да я такая распрекрасная на тебя всю жизнь положила и вот я тебе вот это вот это вот это ты такой неблагодарный да вот этот вот процесс разделения не пойдет а вы же все хотите чтобы ребенок отделился и стал взрослым и самостоятельно поэтому придется этот возраст выдерживать этот возраст характеризуется огромным количеством чувств которые испытывает ребенок вот представляете да это помимо того что она тестирует реальность она еще продуцирует психологические защиты и мы говорили о том что ребенок удерживается в латенте да и в предподростковому возрасту благодаря психологическим защитам которые покрывают все инстинкты здесь все психологические защиты сорваны и инстинкты а их как вы помните нас два сексуальный и агрессивный вырвались наружу и ребенок просто затоплен этой сексуальностью и агрессии и он совершенно не знает что с этим делать она из него просто бьет как избран сбой то сексуальности агрессия он затоплен этими эмоциями и ему очень трудно справиться это совершенно новое и незнакомое для него ощущение и тогда если из меня бьет сексуальность и агрессивность а я себе не разрешаю их проявлять я загружаю с чувством неполноценности если из меня бьет агрессия сексуальности если разрешаю их проявлять я загружаю с чувством вины то есть вот что не сделай все равно плохо подростку плохо всегда вот представьте до инстинкты бьют я одновременно испытываю чувство вины чувство неполноценности чувство страха дичайшего потому что я не знаю что со всем этим делать и чувство тревоги и все это в один момент времени она каждая по себе это одно это чувство совершенно непереносимо а подросток их испытывает все одновременно поэтому самым легким что можно сделать чтобы не убить родителей это с ними поругаться хлопнуть дверью и сидеть за заперти в своей комнате и когда это происходит вы знаете что этим самым он спас вас от того чтобы вас не убить и спасибо ему большое за это и не надо рваться туда в комнату требуя до поговорить и выяснить отношения еще да то есть ну какие-то свои предъявить ему требования или претензии ему и так очень очень плохо и он из любви к вам защищает вас этим поэтому пусть себе сидит в своей комнате трогать его не надо и не брать на себя все то что он вам говорит потому что это тоже его способ отделиться от вас до стать для него не идеально и мы дальше еще с вами поговорим подробно как разговаривать с ребенком этого возраста по поводу тех претензий которые он вам предъявляет и как самому не ввалиться в чувство вины потому что в этом возрасте вам вспомнится все все абсолютно даже то чего он не помнит он все равно вспомнит и предъявит вам по поводу этого претензию и вообще-то это хорошо когда это проходит в реальном подростковом возрасте вот я свой подростковый возраст проходила участие в институте психоанализа глубоко за 30 лет и вот этот весь протест подростковый я устроила своим родителям в этом возрасте это конечно было сейчас я понимаю очень смешно то есть вот если ребенок подростковом возрасте тихий спокойный послушной ласковый да никакого подросткового возраста не идет значит ребенок застрял где-то очень глубоко на предыдущих стадиях вот я была абсолютно удобным послушным ребенком и когда в институте психоанализа проходя свой личный анализ да я стала расти эмоциональной проходить все стадии развития и наконец-то вышла в подростковый возраст и тут я уже родителям устроила все по полной программе я им все рассказала о том как они испортили мою жизнь ну я вспоминаю я с мамой не разговаривала два года вообще сейчас по международной классификации то есть если раньше подростковый возраст длился до 18 то сейчас сначала его увеличили до 21 а сейчас до 25 лет то есть дети сейчас взрослеют гораздо позже физическое разделение она способствует да особенно если в другой город уезжает но здесь вот здесь же может быть совершенно еще другой процесс да то есть я могу в 18 лет допустим там выйти замуж или жениться да то есть и заместить эту вот родительскую фигуру с которой я в слиянии нахожусь поэтому от того что ты там уехала но при этом было слияние с кем-то другим ничего не поменялось да то есть ты же не абсолютно в свою жизнь до самостоятельно ушла то есть очень хорошо работает физическое разделение когда ребенок допустим уезжает на учебу в другой город в другую страну и тому-то оказывается совершенно один изначально когда он в этом состоянии нет эго которая тестирует реальность которая мне сообщает что опасно что не опасно да то есть там алкоголь опасно не да безопасно наркотики опасно безопасно то есть это эго все тестирует да а эго маленькая вот если у меня собственное эго сформировалась достаточно сильная да то есть я могу самостоятельно тестировать реальность а если она слабенькая я либо с кем-то тогда сливаюсь либо я просто во все тяжкие до впадаю и начинают пробы но как правило как правило этот период короткий очень то есть сначала идет очень сильный провал я вспоминаю поступила когда в ярославский медицинский институт а я то не была в подростковом возрасте я значит заселилась в общежитии я там прожила три дня потому что для меня девочки которые не в подростковом возрасте я ходила с такими вот квадратными глазами потому что это вот круглосуточная пьянка какие-то оргии в общем там это просто да то есть когда в одной комнате спит вся группа и мальчики и девочки что там происходит я боже мой я быстренько сняла квартиру съехал на квартиру чтобы этого всего не видеть потому что всегда происходит вот этот очень резкий провал при разделении но потом происходит очень быстрое взросление вот я съехала на квартиру не произошло так и была хорошей девочкой да то есть так и осталось ну благо потом из психоанализа поступила ребенка подросткового возраста называется состоянием эго дефицита в состоянии эго дефицита дикая потребность в слиянии да вот вспоминайте лекции когда еще ребенок был состоянии эго дефицита когда не было эго от рождения до и до 6 месяцев когда эго еще не было какая главная потребность ребенка этого возраста потребность зависимости до чтобы кто-то большой сильный брал всю ответственность за мою жизнь я за это не был ничего должен и ребенок до 6 месяцев находятся дав слияние с мамой он не различает даже маму могут как отдельный объект вот у подростка дичайшая потребность слияние и как выражается это потребность слияние влюбленности то есть вот потребность во влюбленности просто вот акулия он готов вот просто заглотить всех к любви это не имеет никакого отношения это восполнение своего эго дефицита с одной стороны очень хорошо что сейчас подростковый возраст начинается достаточно рано с другой стороны да то есть но есть свои минусы вот если раньше подростковый возраст начинался в 16 17 лет и 18 даже начинался до появлялась потребность во влюбленности да и в девятом в десятом классе начиналась вот это вот сумасшедшие влюбленность в принципе уже было тело до которое могло реализовывать да то есть сексуальный инстинкт вступали в сексуальные отношения беременность в принципе возраст уже 17 до можно по справке было выходить замуж либо же там 18 когда официально можно и создавались семьи а потом подростковый возраст заканчивался и в одно прекрасное утро люди просыпались в одной постели смотрели друг на друга кто это потому что в состоянии влюбленности я не вижу реального человека я вижу свою фантазию об удовлетворении своей потребности и влюбленность тем сильнее чем выше уровень моих неудовлетворенных потребностей то есть чем больше мне не удовлетворили да вот на этом первом году жизни когда потребность зависимости тем сильнее я влюбляюсь и тогда этот человек становится для меня всем потому что на бессознательном уровне я и ожидаю что это тот самый идеальный объект который удовлетворит все мои потребности и реального человека я не вижу вообще а потом происходит взросление и я вижу что этот человек не такой уж идеальный и совсем не собирается удовлетворять все мои потребности и начинаются претензии да потому что очень много ожидания от этого человека соответственно тогда и очень много разочарований но советском союзе до разводиться было не принято и так и жили до конца жизни два совершенно чужих человека который друг друга совершенно не знали и поэтому то что сейчас подростковый возраст начинается достаточно рано это хорошо потому что в 12 в 13 лет начинаются влюбленности да то есть но редко доходит до сексуальных отношений но если даже доходит до сексуальных отношений но ни у кого да то есть нет идеи что надо позволить детям пожениться да и потом подростковый возраст проходит да то есть там к 17 18 годам и уже сейчас в наше время достаточно поздно вступают в брак потому что смотрят уже на реального человека понимая что никто моих потребностей даже если они у меня есть до удовлетворять не должен на то есть я тогда иду психотерапию разбираюсь со своими потребностями куда угодно кто-то там духовные практики и получается что любое состояние эго дефицита она угрожаем а по влюбленности то есть принципе любую влюбленность можно предугадать потому что она происходит абсолютно в конкретных ситуациях в конкретных состояниях психики то есть если это дефицит происходит в состоянии да то есть ну вот не неполного эго влюбленность происходит состояние неполного эго эго дефицита а мы знаем что это стоит на трех китах да то есть это интеллект моторика и эмоции тогда кризис может быть в любой из трех структур да то есть это может быть очень сильное эмоциональное напряжение да то есть эмоциональный какой-то стресс потеря близкого да то есть разрыв какой-то кстати очень часто происходит знакомство либо на кладбище это уже даже фильмы по поводу этого снимают да то есть на на поминках люди знакомятся в ситуации проживания развода или разрыва отношений то есть тогда когда есть очень сильный эмоциональный стресс всегда психика регрессирует то есть состояние это дефицита проявляется и влюбленность очень острая то есть чем более стрессовое состояние тем более острая влюбленность возникает она просто до физической боли когда ты понимаешь что тебе без этого человека ну просто жизни нет и мы это считаем любовью я его так сильно люблю я жить без него не могу только к любви это никакого отношения не имеет это я удовлетворяю свою собственную потребность в слиянии я другого человека при этом не вижу вообще это мне нужно чтобы он был все время рядом потому что я просто погибну без него и вот на этой вот идея такой вот просто сумасшедшей любви да то есть они же все фильмы да то есть вот о любви людей вводят в заблуждение просто в заблуждение им говорят что это любовь а это не любовь и дай бог что если эти два подростка влюбившиеся друг друга в подростковом возрасте решившие создать семью потом вместе повзрослеют выйдут из состояния влюбленности и слияния увидят друг друга начнут друг друга изучать и придут к состоянию любви потому что это вот эта влюбленность которая ну становится все меньше меньше и меньше да то есть она возникает на пике переживаний и очень ярко а потом то она сходит на нет и люди считают что они разлюбили может прекратиться только влюбленность любовь не никогда меньше не становится любовь это в развитии отношений в узнавании другого человека все глубже и глубже в постижении его внутреннего мира в интересе к его внутреннему миру и она только растет 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 и растет с каждым годом чем больше грани этого человека я узнаю да то есть чем глубже становятся наши отношения любовь никуда не девается и даже когда люди раз могут расстаться но любовь если это любовь она никуда не девается потому что если я люблю человека я принимаю его вот таким с его решениями которые могут быть совсем не в моих интересах но если я его люблю я уважаю и его решение даже когда эти решения причиняет мне боль любовь от этого никуда не исчезает и вот здесь так важно вот это вот максимальная честность самим собой ну когда я точно знаю какой я и чего я хочу и и максимальная честность другим человеком когда я ему предъявляю себя такого какой я есть а в состоянии влюбленности мне же так важно чтобы этот человек был рядом поэтому я себя заверну в красивый фантик и предъявлю ему этот фантик смотри смотри какая хорошая да вот по полюби меня будь рядом со мной но всю жизнь же в фантике невозможно находиться до фантик стрепывается да и потом отваливается и перед нами оказывается человек настоящий а такого настоящего то вот другой не хочет любить ну так не надо было предъявлять ну себя другим не таким какой то есть понятно что все это происходит из очень сильной глубинной внутренней боли и в этой дикой потребности любите меня будьте рядом со мной потому что один я погибну мы же сейчас с вами говорим откуда берутся взрослые и как люди приходят взрослым отношениях и во взрослых отношениях я не как в песне я его слюбила из того что было потом что было то и полюбила да потому что придумаем сами себе какой он всеми этими качествами его наделим да и вот любим эти качества а в нем нет этих качеств и потом столько боли столько разочарований да то есть меня обманули так а никто тебе не говорил что у меня они есть да то есть ну ты же сама все это выдумала и вот здесь вот очень важно в зрелых взрослых отношений смотреть на другого человека и соизмеряться с собой вот такой какой есть со всеми вот этими качествами понимая что не изменится никогда и более того у меня нет ни малейшего права требовать чтобы другой человек менялся потому что ну вот и вот таким создал творец все ему больше ничего не надо для того чтобы иметь право быть а мы хотим чтобы стал другим хорошо если нужен другой просто берешь и выбираешь другого когда эго дефицита нет состояния влюбленности нет есть просто живой интерес к другому человеку желание изучать этого человека и и она именно нарастает это чувство чем больше ты узнаешь человека тему тебе все интереснее интереснее и интереснее и интереснее и влюбленности нет то есть мы проговорили даты влюбленность когда состояние эго дефицита при эмоциональном стрессе при интеллектуальном перенапряжении и тоже такие ситуации очень-очень много там готовилась к экзаменам с утра до ночи сидела не отрывалась от учебников до вышла в кафе на пять минут выпить кофе и конечно же в этот момент появляется он этот принц который меня спасет и сделает мою жизнь счастливой и это не говорит о том что не надо влюбляться просто когда взрослый человек осознанно понимает что даже когда он очень уставший либо эмоционально либо интеллектуально либо физически он может влететь в это состояние и ради бога можно себе это позволить и насладиться этим состоянием понимая что она конечно и что за ним наступят взрослые отношения либо не наступят но тогда просто поблагодарить человека что дал возможность прожить эти яркие эмоции и поставить точку я вот вспоминаю свою сумасшедшую влюбленность которая была состояние острейшего эго дефицита когда 10 дней пролежала под капельницей не вставая просто то есть уже не знали что со мной делать и тут я очнулась и первый раз вышла в коридор и конечно же это чудо двухметрового роста просто рядом с которым я практически упала в обморок а он не подхватил и вообще это все было так красиво и и вот просто три дня сказки надо было так поставить точку мне тогда не училась в институте психоанализа и не знала что там надо ставить точку и вспоминать потом всю жизнь эти прекрасные три дня мы поговорили о эго дефиците до интеллектуальном эмоциональном и точно также может быть телесный эго дефицит и к этому относится страх старения да то есть вот почему говорят седина в бороду без в ребро да то есть тоже когда начинает стареть тело происходит тоже да то есть дефицит эго и поэтому вот эти вот все влюбленности когда рядом молоденькая девочка она молоденькая она еще вообще в этом подростковом возрасте и тогда представляете тут два эго дефицита тут вообще искры летят и все горе синим пламенем самая прежняя жизнь ну и любые травмы тела да то есть болезни какие-то реальные травмы тоже создает этот эго дефицит и почему вот во время войны всегда в госпиталях со солдаты раненые в медсестер влюбляются да очень часто в больнице если длительно лежишь конечно же врач он самый вообще необыкновенный самый внимательный то есть всегда об этом важно помнить еще раз повторяю не бойтесь можно отдаться этому чувству понимая да что влюбленность закончится да но и можно потом уже строить зрелые отношения если вы готовы к зрелым отношениям и так подросток разрыв инфантильных объектных уз то есть раньше вся энергия ребенка была психологии есть такое слово закотектирована да то есть на родителя и на отношения с родителями отношения это то что у нас отнимает максимальное количество эмоций ничто не забирает такое количество энергии вернее эмоций энергии ничто не отнимает такое количество энергии как построение отношений семейные отношения даты с рабочие отношения отношения всегда очень сильно энерго энергозатратные и вот ребенок разрывает эти отношения с этими самыми важными для него объектами и получается огромное количество энергии которая раньше туда направлялась она просто эта энергия повисает в воздухе и и некуда направить а это очень важно чтобы энергия была куда-то направлена и тогда есть очень хорошая подростковая сублимация с помощью которой значит можно эту энергию перенаправить это танцы которая появляется в этом возрасте и появляется потребность ходить на дискотеке потому что только в подростковом возрасте можно целый день отучиться потом пойти к репетитору потом пойти в клуб всю ночь танцевать а потом утром встать пойти в школу к репетитору и так бесконечно ни одного взрослого человека нет такого количества энергии как у подростка и очень важно чтобы у подростка была возможность таким образом сбрасывать эту энергию и конечно же когда я училась в наше время все было гораздо проще у нас дискотеки были в школе под присмотром зауча членов комсомольской организации с крас да с красными повязками я сама была секретарем комсомольской организации я следила за порядком на школьных дискотеках и это было безопасно сейчас конечно же это связано с огромным количеством опасности потому что да то есть ну все эти ночные клубы это всегда да то есть скопище да то есть людей которые хотят на этом заработать да и предпредлагая да то есть и алкоголь и наркотики и все но не нельзя лишить подростка этой возможности да поэтому ну там как-то родителями объединяться да то есть устраивать дежурство там под этим ночным клубом ну то есть все равно давать возможность какую-то конечно же да то есть ну занятия танцами да в которых можно проявить да то есть и агрессивность и сексуальность очень помогают и ребенок уходит от родителей и скрывается с помощью интернета да то есть ну если раньше были телефоны то теперь да то есть они мобильные в которых можно в общем то решить все задачи в компьютере в телефон поэтому подросток да он сидит в гаджетах и ну и с этим сделать ничего невозможно то есть это такая вот подростковая сублимация всех своих инстинктов потому что через компьютерные игры он может и сбросить агрессию он может да то есть там игры есть же где там семью строит детей рожают да то есть в принципе через эти вещи ребенок может отработать все вот эти вот прорывающиеся инстинкты и сбросить ту тревогу которая в нем кипит бурлит который сам его самого очень сильно страшит и в подростковом возрасте нормой являются регресс психики мы с вами говорили да то есть на предыдущих лекциях что в ситуациях стресса психика всегда регрессирует на более ранние стадии развития для того чтобы со стрессом справиться и тогда регресс является способом ну снятия какой-то тревоги так вот особенностью подросткового возраста является то что регресс здесь естественный и он тревогу не снимает то есть подросток регрессирует на более ранние стадии развития но при этом тревога сохраняется и вот если тревоги нет ребенок спокойный уравновешенный ласковый да то есть внимательный то это тоже говорит о том что регресс снял тревогу а значит подростковый возраст не пошел и во время подросткового возраста все структуры психики проходят ну свое переструктурирование и супер эго проходит свои изменения так называемой деперсонализации да то есть мы говорили что в латентном возрасте супер эго да все запреты и идеалы теряют персонность то в этом возрасте идет такая ревизия супер эго и они должны вновь обрести персонность то есть ребенок должен сесть даст достать мешок со всеми нормами запретами идеалами и наделить их персонностью то есть достает из мешка то что замуж надо выходить девственницы это чье это мне бабушка говорила да там и вот тогда в те времена когда она жила да то есть это было строгим правилом да сейчас да то есть в какое время я живу подходит мне это ли не подходит и вот так вот каждое я достаю и решаю нужно это мне в моей взрослой жизни или не нужно мне это в моей жизни кто проводит ревизию ревизию проходит эго проводит эго да то есть она тестирует эту реальность и она определяет какова сегодняшняя реальность и подходит или не подходит мне эти нормы и идеалы а а если осталась совсем микроскопическая часть своего собственного эго ревизию проводить некому и тогда я не способен провести ревизию и весь этот мешок который в меня нагрузили с детства я беру в свою взрослую жизнь и тащу и понимаю что ну бред какой-то не могу я этого не делать но почему-то делаю потому что я никак не могу провести вот эту вот ревизию и решить для себя чего я я сам хочу происходит в подростковом возрасте такая ситуация которая называется подростковой пассивностью когда я проводя ревизию не могу определиться то есть я не знаю чего хочу я но я точно знаю что хотят родители и тогда я перестаю делать что-то не потому что я решил что я хочу другого а потому что я этого не делаю потому что родители бы обрадовались если бы я это делал и я раньше допустим с удовольствием ходил но какую-нибудь там секцию гимнастики но это очень нравится моей маме а мне пришло время взрослеть а что хочу я я не знаю хотя гимнастика мне очень нравится но я перестаю на нее ходить потому что мама очень хочет чтобы я ходил и тогда это прямое показание для психотерапии для того чтобы в психотерапии растить собственное эго ребенка для того чтобы он сам мог определить уже в принципе ребенка можно попросить один раз да то есть вот один раз ты сходи ну для меня я тебя прошу один раз а дальше уже это искусство психолога да то есть поговорить с ребенком так и да то есть провести психотерапию так чтобы это стало собственным желанием ребенка но это очень-очень тяжелый и неблагодарный труд психотерапия подростка потому что они конечно такими в этом возрасте манипуляторами являются и они такие небылицы рассказывают чтобы просто кровь стынет в жилах и ты не можешь определить вообще никак это он врет или это он правду рассказывает а он устраивает все время проверки и задача ну здесь очень такое сложное искусство выстроить с ним эти отношения не впадая с ним в слияние потому что он всеми силами будет втягивать слияние потому что потребность слияние колоссальная родителей да то есть он выкинул а слиться с кем-то хочется то есть вот говоря об этом да то есть сейчас тогда перескочу на вот эти вот потребности то в переструктурирование это вот это вот дикая потребность слияние то есть которая может компенсироваться кумира образования да то есть почему очень легко любить кумира потому что да то есть я не знаю реального человека то есть да какая самая сильная любовь любовь платоническая вот как очень же много переписки там да то есть там чехова с кем-то да то есть новым массам героев да когда можно любить друг друга всю жизнь и писать друг другу письма и считать что это ну самый лучший человек в твоей жизни потому что ты реального человека не знаешь и то же самое отношение с кумиром то есть я беру и навешиваю на него все свои потребности и фантазии о том что именно этот человек может все эти мои потребности удовлетворить и главное развенчать это невозможно потому что как правило с этим кумиром я никогда в жизни не встречусь вы это сразу видите когда все стены вашей квартиры завешиваются постерами да то есть любимым исполнителем футболистом да то есть кем угодно да то есть это сразу видно появление в жизни ребенка значимого взрослого вот это то о чем мы говорим про психологов здесь очень важно не стать этим значимым взрослым потому что он будет втягивать в это слияние этим значимым взрослым может быть тренер психолог классный руководитель мамина подруга то есть мама я не могу секретничать а вот мамина подруга она просто идеальная главное не втянуться в слияние потому что как только взрослый не удерживающий своих границ втягивается в это слияние в которое очень искусно подрос подросток втягивает подросток попадает блин понимает я опять попал в это же самое дерьмо то есть я же отделиться хотел взрослым стать а тут опять я выстроил родительско-детские отношения да то есть он втягивает именно вот в родительско-детские отношения когда кто-то нужен на нем заботиться нести ответственность вот если тренер психолог да то есть мамина подруга умеет четко поставить границы да там я тебя люблю там я тебя поддерживаю да но вот здесь вот ну ты взрослый ты вот этот вопрос можешь решить сам потому что психологу подростки рассказывают такие небылицы провоцируя психолога на то чтобы психолог пошел и научил родителей как надо себя вести со мной таким бедным несчастным которого все обижают и здесь вот очень важно выдерживать эти границы то есть но я когда работаю с подростками я говорю что да то есть но ты можешь меня о чем-то попросить если ты хочешь чтобы я о чем-то поговорила с твоими родителями да а и когда он свою эту просьбу озвучивает да мы обсуждаем почему он этого не может сделать сам в чем до нужна моя помощь и как правило оказывается что ну вот нет этих всех ситуаций о которых он рассказывал рассказывает да то есть могут просто важно чтобы обратить на себя внимание родители ну и чтоб психолог стал для него такой вот защищающей фигурой несущей ответственность поэтому здесь вот очень надо четко в поле подростка очень надо но четко выдерживают свои границы да и показывать ему его границы и вот в это вот слияние не попадать но и вот то что спрашивали про дружбу да то есть самое простое это компания сверстников да и где я вот это вот свою потребность в этом слиянии могу отработать почему так много именно подростковых всевозможных этих вот течений да то есть год и эмо кто там еще я даже уже не знаю раньше панки были сейчас даже не знаю кто сейчас еще есть вот вот это вот общность мы все единое целое мы все одинаковые да то есть вот таким вот образом в этой вот подростковой дружбе с такими же как я я вот это вот реализую эту потребность слияния конечно да то есть дружба это вот тогда когда все я за тебя жизнь отдам и все мы с тобой одно целое можно же еще дату си кровью там породниться то есть они ритуалы всевозможные придумывают да это вот чтобы с кем-то слиться стать единым целым с кем-то супер эго понятно да как переструктурируется через то что проводится ревизия всех норм и идеалов с подростковой пассивностью понятно да потому что я не делаю не потому что я этого не хочу а потому что мама этого хочет и поэтому я этого делать не буду как мы увидим регресс эго да то есть регресс супер эго регресс эго и регресс it все структуры подвергаются регрессу в этом возрасте регресс эго ну первое это то о чем мы говорили это дичайшая потребность слияние и подросток готов сливаться с чем угодно очень часто в религиозные секты попадают именно в этом возрасте да то есть всевозможные там финансовые пирамиды можно затянуть в любые какие-то там и исламистские да то есть вот сколько именно подросткового возраста детей втягивают всевозможные вот эти вот религиозные организации когда он готов идти взрывать да то есть себя в том числе ради какой-то идеи да то есть вот это все слияние и поэтому чем больше было неудовлетворенных потребностей у меня да то есть тем у меня выше вот это вот дичайшая потребность слияние тем больше вероятности попадания меня вот во всевозможные вот эти вот религиозные организации всевозможные подростковые течения следующий момент это то что регресс эго выражается в том что у ребенка появляется огромное количество травматических воспоминаний казалось бы давно уже забытых тех о которых он вообще даже помнить не может и вот здесь он как я вам уже да то есть мы это обсуждали начинает вываливать на вас абсолютно все а помнишь когда я был маленький ты меня тянула в детский садик а я вставать не хотела ты вот такая сикая и вот вам припомнится все 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 с я сильного возраста вот с того момента как он может себя вспомнить вот на вас вывалят все абсолютно и здесь в чем самая главная задача родителей принять опять-таки не пытаясь удержать свой идеальный образ в глазах ребенка показать себя реальную но при этом здесь самое главное не впасть в чувство вины и не начать извиняться потому что вы делали так потому что это было единственным возможным в этой ситуации и задача принять чувство ребенка по поводу его переживаний в связи с этой ситуацией и говорить о своем сожаление да не прости да то есть не да мне извини а я очень сожалею я очень и мне очень больно что было так мне очень больно но я исправить это уже не могу и это было не потому что там я тебя не любила и хотела себе как-то навредить потому что ну вот были такие обстоятельства в которых но по-другому я тогда поступить не могла потому что как только вы ввалитесь в чувство вины ребенок начнет этим манипулировать и вы будете пожизненно искупать эту вину притом он это раздует до таких масштабов невероятно и сам поверит каким он был бедным несчастным не никем не любимым и одежду его не было игрушек у него не было и и вообще и будет x да и будет вот это вот так эксплуатировать очень сильно и здесь очень важно выдержать да то есть вот это вот грань ну потому что очень многие родители в обратную крайность до впадают что что-то сочиняешь ничего такого не было и вообще-то придумываешь и как тебе не стыдно и вывалится на вас очень очень много и задача обнимать и проживать до родителям конечно детей подросткового возраста нужно очень большая поддержка очень большая поддержка уже они конечно расшатывают очень сильно и следующий момент это возврат к языку детства это еще называется соматизация аффекта и желания это как вообще ну вот ребенок реагирует маленький да то есть мы говорим что регресс идет на очень ранней стадии развития реагирует на дискомфорт то есть у него начинает сдуваться живот он начинает сучить ручками ножками да то есть и у мамы же ребенка этого возраста не возникает идея вызывать сразу скорую помощь да то что делает мама берет ребенка на ручки гладит рукой животик прижимает к себе говорит маленький мой я рядом и и вот в подростковом возрасте когда происходит соматизация аффекта а это значит тоже что ребенок не может справиться с какой-то тревогой и она соматизируется и здесь задача тоже не таскать по врачам а тоже начинается именно с животом проблемы да то есть начинаются гастриты дискинезии желчевыводящих путей да то есть колиты вот она соматизация аффекта потому что что в этом возрасте обычно экзамены контрольные поступления и не надо лечить в этом возрасте очень важно сесть обнять погладить потому что вот перед вами сейчас грудной ребенок и вспомнить как бы вы себя вели с грудным ребенком и делать то же самое и здесь еще очень важно не связывать напрямую ситуацию и вот этот вот аффект а проводить это через эмоции ну то есть нельзя сказать ребенку напрямую слушай у тебя болит живот потому что у завтра контрольная да и ты вот не хочешь идти в школу потому что контрольная да и из-за этого там у тебя понос ребенок не так не понимает то есть вы говорите слушай все на себе приводите примеры ты знаешь иногда да когда мне предстоит какое-то важное дело с которым там я боюсь что я не справлюсь да мне становится очень тревожно а потом в другое время вы говорите слушай ты знаешь вот иногда когда мне очень тревожно у меня понос да то есть там или болит живот и тогда контрольную и живот ребенок потом свяжет сам напрямую связывать ему не надо это то как мы видим регресс эго и регресс it и вот здесь то о чем я говорила что подростковый возраст это уникальный возраст когда мы увидим все точки фиксации да а зафиксироваться ребенок мог на оральной стадии на анальной стадии на фаллической и здесь мы увидим все проявления вот этих вот фиксаций на той или иной стадии развития да то есть если это фиксация на оральной стадии развития то это что мы увидим желание чтобы решали мои проблемы брали всю ответственность на себя и как я вам говорила что если мы потребность удовлетворяем в том возрасте в котором она актуальна напрямую то здесь мы удовлетворяем через проговаривание я вижу что тебе важно чтобы я догадалась о том что ты хочешь да я вижу чтобы тебе важно чтобы я взяла на себя ответственность да то есть там за разговор с учителем да но ты уже в состоянии сделать это сам то есть все вот эти вот оральные потребности чтобы кто-то догадывался кто-то исполнял мои желания кто-то нес ответственность за все что со мной происходит вы проговариваете и передаете эту ответственность ребенку если это регресс на анальную стадию то мы все увидим на то есть это поднимающаяся жадность упрямство неаккуратность все это ярким цветом до потребность во власти и контроле там непримиримость доказывание все время своей правоты вот это вот слияние я это не только я и все что для меня эмоционально значим а значит все мои увлечения все мои идеи да то есть это все и вы это разводите все то то есть да я принимаю да то есть полностью тебя но мне не нравится это разводите что нет никакой связи между твоим увлечением и тобой если мне не нравится твое увлечение это не значит что я не люблю тебя то есть проводите всю вот эту вот работу которую мы проводили на анальной стадии развития вспоминаете да не отвечаете агрессии на агрессию даете выбор и вот это вот все 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 о чем мы подробно две лекции подряд с вами толдычили регресс на фаллической стадии развития вы увидите да то есть если это фала нарциссическая подстадия то вы увидите потребность восхищения да и тогда вы тоже говорите да то есть я вижу что тебе очень важно чтобы я тебя сейчас похвалила не напрямую какой там ты молодец да я вижу тебе очень важно чтобы я тебя похвалила удовлетворяйте эту вот потребность и если это и депальная подстадия ну там вы увидите конкурентность до желание всех замочить быть самым лучшим то есть задача родителей очень непростая все это выдержать и дать ребенку возможность сепарироваться признав свою не идеальность показывая себя абсолютно реальным при этом принимая все его чувства до все его претензии не впадая в чувство вины не оправдывались а помогая прожить все эмоции и тогда наступает взрослость взрослость это когда мне 25 лет стыдно брать деньги у родителей потому что я понимаю что я несу ответственность за свою жизнь когда мне стыдно чтобы кто-то решал мои проблемы когда я понимаю что у меня достаточно уже сил чтобы решать их самому очень часто бывает что родителям так важно быть нужными ценными необходимыми потому что в своей взрослой жизни они никак не могут стать для себя ценными нужными важными и необходимыми что они удерживают ребенка от этой сепарации и взросления потому что только за счет ребенка я могу и чувствовать свою нужность свою важность и свою ценность и поэтому для того чтобы произошло взросление для того чтобы было понятно откуда берутся взрослые родитель нужно стать взрослым и родитель должен полностью осознать свою ценность важность нужность для себя самого и тогда у ребенка есть очень большой шанс стать взрослым и тоже почувствует свою ценность важность и нужность вот таким образом получаются взрослые это была лекция откуда берутся взрослые психоаналитика алены ореховой которую она выпускает вместе с битрикс 24 подписывайтесь на наш канал задавайте ваши вопросы в комментариях и до встречи на следующей лекции